МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Головная падения Гомельщины в материалах корреспондента у телерадио компании Гомель у студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблема инсульта сегодня очень актуальна. В Гомельской области на сегодняшний день ежегодно более 5000 пациентов переносит инсульт. Из них более 1000 становятся инвалидами. Смертность составляет 30%. И открытие этого отделения позволит значительно уменьшить количество инсультов в нашем регионе. Пациенту, який находится в перединсультном стане, зробить ультрагуковую диагностику сосудов шии, а при необходности – компьютерную томографию. При наявности показаний проведут операцию на пошкодженных сосудах. Дареши реанимационные обстановления эксперт-класса. Сумещая наркозно-дыхательные аппараты и прибор для штучной вентиляции легких. Его кошт – каля миллиарда рублю. Але не дороже за человечество, кажуть медики. На протягу всей операции яну будет контролировать параметры житедейности пациента. Раньше мы не могли, как хирурги, участвовать в оказании помощи данной группе пациентов, потому что у нас очень мало времени, чтобы поставить диагноз, обследовать пациента и принять решение об операции или растворении тромба. Есть такое понятие – тромболизис. Но в последнее время техника и наши возможности шагнули вперед, и появилась возможность все-таки даже в экстремном порядке оказывать этим пациентам помощь. Инсульт займает третье место среди причин смиротности. Первое – по инвалидизации. Кардиологи нагадывают про основные симптомы перед инсультного стану. Порушение мауленя, резкая слабость, альбо аня менее у руцы, альбо на земле, раптовное снижение зроку. Отбывается это, коли мозг не отримливает достатковую колькость кислороду. Причина – поражение сосудов, которые несут кровь от сердца до мозга. Коли хворы не отримливают адекватного лечения, патологичные изменения в сосудах становятся все больше выраженными и могут привести до инсульта. Определенный процент пациентов, которые через месяц могли бы стать уже инвалидами, мы предупредим эту инвалидность и постараемся, чтобы этот человек остался в своей жизненной ситуации, в своей семье, на своей работе, и чтобы качество жизни его не пострадало. Пасаджение по пытаниях за довольнение с поживецкого попыту товарами айчинной вытворчасти пройшло у Гомельским городским выканавчим комитете. Почас пасаджения было огучено доля товаров айчинной вытворчасти, которые были реализованы насельництву за 9 месяцев от бегущего года, складая у огульного объема 69%. Гэта личба уже перевысила леташние показчики. При этом треба значить, что доля товаров харчовой группы складая каля 83%. На сегодняшний день гэта самый лепший показчик сиродобластных центров Украины. Статистику псуе реализация нехарчовых товаров. Тут пакуль ясчэ не отрымалась и перайсти мяжу у 50%. Гомельчане отдают перевагу импортным товарам. Тадыяку целым покраениям мясцовым вытворцам довирают больше. Тут доля реализации айчинных товаров уже складая 52%. В городе Гомелье торговым организациям есть на чем работать. И сегодня этот вопрос мы будем рассматривать на заседании исполкома. Соответственно, его нужно рассматривать не только в ключе работы розничной сети, но и в ключе предложения, которые делают торговли производители. Соответственно, будут даны поручения как одной стороне, так и второй, для того, чтобы изменить ситуацию и по итогам года выполнить задания на уровне 71,5% в целом по городу Гомелю, по двум направлениям продовольствию и непродовольствию. Первый у Беларуси семейный дом для молодых людей с обмежеванными махчымастями отзначил 15 годзе. Гэта суместный проект Международной доброчинной организации «Дапаможем детям разом» и Гомельского областного комитета по опраце занятостей социальной обороне. Олег, сенсироваться не усе плюсы такого супрационництва. Первый у Республицы семейный дом для молодых людей с обмежеванными махчымастями у 2000-м открыли увесы Климука Гомельского района. Нельзя сказать, что гэта было вельми просто, и сумнений не возникали, и разных проблем хапало, как у любой новой справе. Хоть мэта была вельми гуманная, да помочь молодым людям с обмежеванными махчымастями адаптироваться до житя в громадстве. Светлана Лапо сегодня узначаливает доброчинную организацию по охове «Живел». У 2000-м она была сирот первых жихаров семейного дома. Благодаря этому дому мы можем теперь самостоятельно проживать. Благодаря этому дому мы много чего умеем, и благодаря этому дому он нам прибавил смелости в жизни. Потому что, когда ты выходишь из интернатного учреждения, у тебя, как правило, паника, у тебя, как правило, рассеренность, потому что ты не знаешь, в чём будет состоять твоя дальнейшая жизнь. Сегодня в семейном доме для молодых людей с обмежеванными махчимостями постоянно проживают четыре человека. Плюс, прикладно, на месяц сюда проезжают выхованцы дому-интернатов. Всё-таки, такой практики самостоятельного життя у специализованных установок не отримаешь. У покоях, сдаётся, есть всё для нормального життя. Ноутбуки, на яких можно глядеть телепередачи, спортивные тренажёры. Але, что ураживает больше за всё, так это ведьме великая койкость образов. А почему же хоры семейного дома разговаривают со святыми на образах, вя дома только им. От переважной большинства молодых людей, которые находятся в домах-интернатах, батьки отмываются ещё в родильных домах. Подчас святкования 15-годового юбилея первого в Республике Семейного дома для молодых людей с обмежеванными махчимостями, посол Великобритании Брюс Бакнул узнав поваги до господаров, разговаривая на русском языке. В речи семейный проект это подтверждение махчимостей эффективного сопротивления украин в гуманитарной сфере. Для того же, сё лета Беларусь подписала Международную конвенцию об правах инвалидов, чем продемонстрировала своё имкнение больше уваги надавать к этой категории насильства. Может быть, это знак, что для правительства это важная задача. Также это знак важности политики социальной защиты. С британского боку, удел устворения Семейного дома 2000 приняла доброченная организация проект «Потримки детям Беларуси». Сегодня я его канавчий директор Линда Уолкер-кажа, что с Роблиным целком задоволена и огучивая новые планы открыть ещё один семейный дом для молодых людей, які мають невеликие отчинения у психичном развитии, а ле при отповедной допомозе змогуть самостоинно жить у громадствы. Мы планируем открыть такой дом не на долгий срок, а на временное пребывание молодых людей там, для того, чтобы они побыли там какое-то время, приобрели навыки и потом другие места них приехали. Александров, Игорь Марышенко, телерадо «Компания Гомель». На минулым тыдни президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал декрет номер 7 об притягнении грошовых сродков во уклады, депозиты. Документ потягнул за собой шерох изменений. Наш корреспондент Ганна Ковалева звернулась за отказами у Головное управление Национального банка Республики Беларусь по Гомельской области. Интервью с наместником начальника управления Владимиром Сосновским глядите у программе «Навины тыдни» у неделю у 20.30 на телеканале «Беларусь4». Сегодня у областным центра отбылась реконструкция бою па вызволенні Гомеля у 1943-м годі. Яна разгорнулася лява Латавского возера каляля Довага Палаца. Тут адновілі падзей, які папярэднічали пачатку фарсіровані ракі СОЖ, дзе наступалі 96-е и 217-е страйлковые дэвізі Червонай арміі. Реконструкторы на лодках і плытах перадолілі водную пірашкоду так, як гэта адбывалася 25-го листопада 1943-го года напереда дні вызволення Гомеля ад немецко-фашисткіх захопнікаў. У імітаціі бітвы была задзейнічана піротэхніка, страйлковая зброя Другой Сусвєтной Вайны, абмундзіраванні, спеціальна падрыхтаванныя акопы і іншія вайсковыя атрыбуты. Гучалі аутаматныя чергі, залпы і гармат, разгорнуўся рукопашны бой. Усяго у реконструкції военных дзейні ўпрінялі ўделка ляста працтавнікоў розных історичніх клубоў Беларусі і Расіі. Мероприємство завершілося спуском на воду символічна гавянка ў пам'ять об воинах, які загінули ў ході боў па вызволінні Гомеля. Укреплениўі были сделаны по історическим чертежам, сымитірован именно немецкий берег, та сторона, которая была занята именно немцами, наш оккупираный город, то есть это сторона Сажа, которая находилась со стороны Гомеля. А с противожной стороны, с той стороны, мы имитируем тот уже берег, который был занят Красной Армією, со стороны ветки вот этого направления. Дзесь события рассматриваються с 10 ноября по 25 ноября 1943 года. У Гомельской центральной городской бібліотецы имя Герцена отбылась творча сустреча з літераторам, лауреатам прэмії имя Кирилы Туровська Гавалірем Вятошкіным. Для маленьких читачоў он презентаваў своє поэтичне зборнікі дзецячых вершав, «Ніпаседы» і «Дзецкі шалунішкі». Гэта маляўніча илюстраванная книжкі, ў які увайшлі веселая вершы пра малышоў, а таксама «Бабуль і дзядуль», які их горача любять. Гэтае книги далёка не першай, які вышлі спад пяра Валера Вятошкіна. Два гады таму паэт выпустіў зборнік «Тапатушка», які присвятіў сваёй старэйшай ўнучцы. Нарахунку аутра таксама тры кнігі для дарослых «Палотныня бёсаў», «Надмітусній часоў» і «Дарухай быття». Усё сваё жыцё Валерий Вятошкін працаваў будавніком, а паэзія для ёго заклік душы. Творчасть аутра ўжо паспелі ацаніць ў нашай краіне. Зазборнік «Ніпаседы» ён став лауратам прэстыжной літературной прэмії імякі Рылы Туравскага. Такі высокі доверні выпадковасть. Валерий Вятошкін не толькі выдатна володая слогам і рифмай, ён умея глядзець на навакольны свет так, як бачыць яго дзіця. Раскрываючы незвычайны ў самым звычайным, напаўняючы радкі сваіх пайтычных творыў выключна добрынёй. У Палаца Румянцевых і Паскевичаў адкрылася юбилейная выстава таліновітага беларускага мастака Валянтина Пакаташкіна. У ёй закладзіны галонны жыцьовыя арэнціры аутара, які і натхняюць яго на творчасть. Валянтін Пакаташкін, вядомы живапісіц і заслужаны наставнік Республікі Беларусь, які выхаваў некалькі пакалені ў паспяховых майстров і зараз актыўна працягваў працаваць з молодзю. Аутар з дзятінства чуваў моцную тягу да мастацтва і невытломачальнуў сувіць з светам прыгожага. Йон скончыў Мінскае Мастацкае вучыліще імя Глебава, отрымавшы загады учобы веды, навыкі і умінні, необходныя для дасягнення самых высокіх творчых вершыняў. Дарэчы, імі удалейшым ён будзе ахвотна дзяліцца з почынаючымі мастакамі. Валянтін Пакаташкін, вядомы не толькі як выхавальнік творчыў молодзі, але як мастак з разнастайным творчым дэапазоном. Індустріальны і лірычны пейзаж, людзі працы, прыгажості і працягальнаць родной Беларусі. Вось асноўныя матывы живапісных твораў, прадставліных на выставі ў Палацы Румянцвых і Паскевичаў. Валянтін Пакаташкін, шмат падарожнічаў і вынікам яго паездак з'явіліся мастацкі работы, які абагуліла выразнаць живапіснага почырку аутра і тонкая перадача яго настрояў і душэвных перажыванняў. За узнагороды ў асабістым і командным заліках змагаліся спортсмены з усіх регіонов Беларусі. За спаборніствамі маўстроў шаблі і рапіры сачыў Максим Савін. Шэмпіонат проходзіў ў комплекснім центра Олімпійськага резерву. Да спаборніства ў госпадары падрахтаваліся добра. Тымбольш, што конкуренція сурьознае. 150 ўдзельнікаў, ўсёродых маўстры, кандыдаты ў майстры спорту. Осабістым заліку гамельчані не адноючы падымаліся на п'ядыстал гонору. Яна Андрејнка выиграла з спаборніствы рапірыстак. У фінал яна перамагла Мінчанку Александру Хмельницкую. Але гэты поядынак был для шэмпіонки не самым складаным. У полфіналі сопернікам была яўе сястра Ганна. Мы с ней встретились за вход в двойку, за вход в фінал. Этот бой был даже тяжелее, чем за первое место, потому что всё-таки сестра. Всіда так тяжело. Это самый тяжелый момент, когда именно с сестрой встречаемся. Фехтовання у Гамельской області развиваецца с 2008 года. Обласным комплексным центром Олимпийського резерву займаецца больше за 60 спортсменов. Яны завоўывываць у знагороды не толькі на республіканских стартах. Семь выхованців ваходець у склад національной сборной. Недавна мы приехали стапа Кубка Европы среди кадетов. Дзевочки заняли в составе сборной Беларуси в командных соревнованях заняли третье місто. И отобрались таким образом на чемпіонат Европы. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадоя компания «Гомель». И гэта была пошня информация нашага выпуску. У студы працывала Наталья Игнатенко. Я и мои колеги жыдаем вам доброго вечера. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова